Всем огромный привет! Рада приветствовать вас на своем канале Наталья Торта. Сегодня я бы хотела ответить на все ваши вопросы, которые вы мне пишете в комментариях, так как физически я просто не успеваю на них ответить под видео, поэтому я решила снять отдельное видео. Сначала мне хотелось бы поблагодарить вас, дорогие подписчики, за то, что вы смотрите мои видео, подписывайтесь, пишите мне такие комментарии хорошие на ваши теплые, добрые, слава вам. Сейчас буду отвечать на ваши комментарии. Вот, например, Людмила Сивакова спрашивает у меня, это какое название конфет? Я так понимаю, название конфет, которое я использую для этих причин. Сейчас я их покажу. Вот такие вот мармеладные конфетки, они в серединке, вот эти такие белые, с кислинкой. Все такие конфеты. Кэнди плюс, жевательный мармелад. Следующий вопрос, Галина Петров, вы сироп не проверяете, готов он или нет, только соблюдаете время, оно у вас каждый раз одно и то же. Нет, время бывает разное, 8,5-9 минут, так как зависит от того, как у меня плита газовая вверх. Поэтому не каждый раз получается выставить камфорку на один и тот же огонь. И поэтому и получается такая разница в температурах. Если хотите прям точно-точно понять, что сироп у вас готов, берите градусник и измеряете температуру 122-124 градуса. У меня крем тает, не стоит, написала мне Надя. У вас крем не стоит, тает, наверное, из-за того, что вы, скорее всего, не отовырили сироп. Так, Зина Губина написала мне, да, необычно, но очень нежно и изящно. Спасибо огромное вам, Зина, за такие слова. Мне очень приятно, что вам понравился тортик. Андрей написал мне такой комментарий. Добрый вечер, класс, какой крем для такого шедевра берете? Крем я всегда для тортиков делаю белковый заварной. Рецепт крема у меня на канале. Наталья Соловей написала мне, человек-художник. Нет, я не художник, я не умею рисовать, поэтому не использую, к примеру, картинки из интернета, для того, чтобы потом их обвести из шоколада. Либо пользуюсь лафинной картинкой, так как рисовать я не умею. Амира Гоффман написала мне такой комментарий. Снова листочки у вас весьма странной формы, как колючки. Знаете, я думаю, листочки всегда бывают разные, есть такие широкие листья, а есть очень такие длинные и колючие листочки. Да, они похожи на колючки. Я использую разные листочки, мне так нравится. И получается очень-таки красиво даже. Сергей написал, здравствуйте, из чего вы делаете тычинки? Тычинки я показала, вот эти мурвелатные конфетки. Да, она полно написала мне. Пока не было этих ядовитых зеленых шипов, все шло гладко. Вы знаете, вот по поводу этого ядовитого зеленого цвета, огромное количество комментариев. Ну, я не соглашусь, конечно, что этот цвет прям такой ядовитый зеленый. Знаете, в природе очень много ярких зеленых. Да и вообще, мне кажется, цвета можно использовать любые. Очень красиво, ярко смотрится такой зеленый яркий цвет. Порой меня просят именно заказчик, чтобы сделали такого цвета, поэтому я ничего в этом такого не вижу. Вы можете добавить меньше красителей, и у вас получатся такие нежные сверло-зелененькие лепесточки. Татьяна Меркуриева мне написала. Да, да, это очень красиво, всегда вашими тортами. Люблюсь. Спасибо вам огромное, Татьяна. Тоня Лыско. Здравствуйте. У меня тоже не получается. Я стала делать на пектине, и все замечательно. Ну, значит, видите, вы подобрали для себя свой рецепт белкового заварного крема, и у вас все отлично получается. У меня получается рецептина, и крем очень долго держит стабильную форму. И даже наоборот, он на следующий день не тщет. Он становится еще более плотный такой. Наталья Абдуленко мне написала. Шикарно, супер. Наташа, мне какой был крем-насадки для лилии? Какой номер насадки для лилии используете? Насадка для лилии у меня ручной работы. Я ее покупала на заказ. Ссылку оставлю в описании под видео. И вот все видео, где я использую эту насадку, я оставляю ссылку. Я заказывала ее Владимир в «Отоклассниках». Он делает такие насадки под заказ. Она у меня без номера. Катя Мастерова написала мне такой комментарий. Да, очень красивый торт, похоже на лето. Только тоже не поняла, что за зеленые стрелочки. Вы можете сделать без зеленых стрелочек. Можете сделать другие лепестки, более широкие. Можете вообще не делать лепестки. Можете сделать их белого цвета. То есть, как бы я сделала так, как я видела. Так, какое у меня было настроение. Поэтому, знаете, как я скажу, что вкусы у всех разные. Мила, оставь, я вам написала мне под видео белково-заварного крема. А можно в этот крем добавить краситель? Конечно. Я использую краситель гелевый. Топ-декор. И также Америкалор использует только один краситель. Электрик Пинк. Мне нравится очень красивый, там, розовый цвет. Некоторые используют сухие щепые красители. Поэтому, конечно, белково-заварной крем можно окрашивать любым красителем. Надеюсь, что я ответила на все самые важные вопросы. Если нет, обязательно пишите мне ваши комментарии. Пишите советы, пожелания. На этом все. Желаю вам всего-всего самого доброго. Всем пока-пока.